Всем привет! Меня зовут Кунская Наталья, я нутрициолог и я рада видеть вас на своем youtube канале. Сегодня мы с вами будем говорить о том, что делать, если кислотность желудочного сока снижена. Поэтапно разберем этот момент, потому что всегда очень много вопросов, не все понимают с чего нужно начинать. Напоминаю, что у меня на канале уже есть ролики о том, по каким симптомам вы можете понять, что кислотность снижена. Есть много роликов о том, как поднять белок. В общем, если вам интересна тема ЖКТ, то обязательно посмотрите все мои ролики, я уверена, что вы найдете там много полезного. Ну и перед тем, как начать, я хотела бы сказать огромное спасибо вам за все ваши комментарии, иногда приятные, иногда не очень. Некоторых из вас прям сильно бесит то, что я машу руками, я честно не знаю, куда их дети стараются поменьше ими махать, но, наверное, если я буду вот так вот сидеть их сложив, это уже буду не совсем я, потому что я очень эмоциональная, но буду правда стараться вам как-то угодить, хотя каждому, конечно же, не угодишь. Поэтому, если вы смотрите меня, несмотря на то, что я машу руками и вас бешу, то огромное-огромное вам спасибо. Ну, если вы пишете, что вам понравился ролик, либо даже если вы пишете, что он вам не понравился, я все равно вашу критику тоже как-то читаю и пытаюсь как-то исправляться. Поэтому, в любом случае, спасибо. Каждый ваш комментарий очень мне дорог и важен, он помогает моему каналу, помогает ролику, чтобы он как-то продвигался, чтобы его посмотрело большее количество людей. Поэтому все быстренько в комментарии отмечайтесь. Спасибо вам еще раз. Ну и теперь переходим непосредственно к теме нашего сегодняшнего видео. Итак, как же поднять кислотность? И самый первый пункт, который не совсем касается кислотности, но с него нужно всегда начинать обязательно. Потому что, если мы его упустим, к сожалению, мы будем не лечить, а только себя калечить. Нам важно понять, в каком состоянии находится наша слизистая. То есть, мы внимательно должны прислушаться ко всем своим каким-то ощущениям. Есть ли у нас какие-то боли, дискомфорты, изжоги, отрыжки, посмотреть свои диагнозы, нет ли у нас забросов по ЭГДС, нет ли у нас герб в диагнозе. То есть, нам важно понимать, на какой стадии мы сейчас находимся. Если у нас есть хоть какие-то повреждения на слизистой, хоть какие-то болевые ощущения, то нам на данный момент кислотность повышать нельзя. Вы должны это запомнить. Сразу нужно залечить слизистую. У меня есть отдельный ролик о том, как залечивать слизистую кишечника. Оставлю вам его вот здесь. Там я разбираю более подробно все препараты, но если говорить про то, что мы можем использовать вот прямо в моменте, чтобы помочь здесь и сейчас, то это всем известное семя льна, например. Мы берем, завариваем столовую ложку семян льна стаканом кипятка, настаиваем немножечко и дальше очень важный момент. Прошу акцентировать, акцентирую точнее на этом внимание, прошу обратить на это внимание. Важно, чтобы мы слизь оставили, а вот эти все зернышки, семена, чтобы мы их удалили, потому что они могут дополнительно травмировать слизистую. Дальше мы выпиваем либо весь стакан натощак, если у нас нет возможности выпивать в течение дня по частям. Если есть возможность, то три раза в день перед приемом пищи, минут за 20-10 мы выпиваем где-то одну третью стакана этой слизи. Таким образом мы обволакиваем наш желудочно-кишечный тракт и защищаем дополнительно его от каких-то травмирующих воздействий. Также мы можем использовать сок картофеля. Я часто говорю про этот способ. Картофель берете, натираете на терку, можно соковыжималку, отстаиваете крахмал и дальше выпиваете тоже перед приемом пищи где-то по 50 миллилитров. 50 тонн будет достаточно, но обязательно наблюдайте за своими ощущениями. Если вдруг у вас будет такое вяжущее ощущение и наоборот дискомфорт усилится, соответственно этот способ вам не подходит. Ну и конечно же наши любимые добавки какие-то в таблетках. Это солодка деглитеризированная, это ржавый вяз, это мастиковая смола, корень алтея, гультамин конечно же. Все это можно использовать. Либо можно заваривать, например, семена подорожника. Есть такой хороший препарат плантоглюцит, но к сожалению он сейчас пропал из продажи. Но в любом случае такие вещи тоже будут актуальны. Когда мы почувствуем, что слизистая уже не болит, что вроде как все хорошо, тогда только мы можем дальше уже подумать о том, что нам нужно восстанавливать кислоту. Вторым этапом будет не датирование кислоты, как многие уже могли успеть подумать, а восполнение дефицитов цинка и йода. Эти два минерала крайне важны для того, чтобы синтезировалась собственная соляная кислота. Поэтому обратите внимание, если вы сдавали анализ на цинк в крови, он у вас низкий, то конечно же его нужно поднимать. Если, ну и мы понимаем, что в крови как бы он может быть даже высокий, не факт, что он есть в клетках. Поэтому посмотрите еще мой ролик про симптомы дефицита цинка. Вдруг вы найдете у себя что-то. И вообще у меня есть, знаете, потрясающий ролик, который я очень люблю, но как-то незаслуженно, мне кажется, мало просмотров. Там я рассказываю про симптомы и дефициты. То есть, когда вы по своим каким-то симптомам можете заподозрить у себя тот или иной дефицит. Мне кажется, это бесценная информация, которая сэкономит просто кучу денег на анализах. Поэтому обязательно посмотрите, это совершенно бесплатно, это полезно и мне кажется, это должен знать каждый. Поэтому цинк и йод мы обязательно восполняем. Йод, конечно, сложно определить как-то в анализах, в крови, в моче. Это не совсем информативная история. Опять же, у меня уже есть ролик на канале о том, как заподозрить у себя дефицит йода. И про йод есть ролик, и рилсы я снимала. Поэтому посмотрите, тоже вам это полезно. Но в любом случае, имейте в виду, что цинк и йод нужны. Если говорить про то, в каких формах и дозировках, то цинк я рекомендую либо пиколинат, либо цинк карнозин. Он будет больше заживлять именно слизистую желудочно-кишечного тракта. Дозировки разные от 15 до 30-50 мг, но оптимально где-то 30. В идеале на ночь тоже можно использовать. Йод мы принимаем, если мы не знаем, что с нами происходит, есть ли у нас какие-то иммунные заболевания. Принимаем в профилактической дозировке. Это где-то 150-250 мкг в форме калий и йодида, его полно в аптеках. Ну хотя бы такая, это не восполняющая дозировка, это скорее поддерживающая, но лучше так, чем никак. Поэтому восполняем дефицит цинка и йода. Это наш второй этап по восстановлению кислотности. Ну и только теперь в третьем этапе, в третьем шаге мы переходим непосредственно к препаратам, либо каким-то моментам пищевым, которые увеличивают синтез соляной кислоты. И конечно же, здесь наверняка вы уже и так многие знаете, это вода с лимоном, это яблочный уксус, это смесь лимон-имбирь-соль. Я часто рекомендую ее своим клиентам. Здесь важно опять же понять, сколько пить уксуса, сколько добавлять лимона. Вы часто спрашиваете. Давайте разберем это на примере уксуса. Сразу хочу сказать, что нет никакой общей такой рекомендованной дозировки. То есть вы должны начинать с минимальных дозировок. Берете, например, столовую ложку на стакан воды, выпиваете. И тут важно понять, первым этапом мы залечивали слизистую. Важно понять, залечили мы ее до конца или нет. Если у вас возникает какой-то сразу же дискомфорт, то вероятно, слизистая ваша не в порядке. Еще один важный момент. Если вы опять же только начинаете повышать свою кислотность, я рекомендую пить тот же самый лимон, либо яблочный уксус не натощак, то есть не перед самим приемом пищи, а, что называется, после первой ложки пищи. То есть вы съедаете, что-то уже съедаете, и дальше только выпиваете для того, чтобы вы уже сразу как бы немножечко вроде как у вас началось слюноотделение, вы защитили слизистую, уже начала поступать пища, и только потом вы, чтобы минимально ее травмировать, запускаете какие-то добавки, которые вот приводят к повышению уровня кислоты. Ну, начинаем мы. Если все хорошо, если никаких дискомфортных ощущений нет, то дозировку вы можете увеличить. Вы можете добавить там полторы столовые ложки на стакан воды, можете даже две, кому-то понадобится больше, но аккуратно, опять же, наблюдаем за симптоматикой. И есть еще тоже таблеточки для тех, кто такое любит. Это, конечно же, аптечный ацидин пепсин, либо бетаин, который можно без проблем купить на iHerb, и не только. Здесь тоже мы начинаем с бетаина, либо ацидин пепсина после первых ложек пищи, чтобы нам не травмировать слизистую. Ну и так как там уже дозировка гораздо серьезнее, чем яблочном уксусе, либо лимоне, то, конечно же, тут мы очень тщательно должны следить за слизистой, а в идеале даже параллельно поддерживать ее, то есть выполнять какие-то шаги из нашего первого пункта и уже параллельно пить эти добавки. Только таким образом вы дополнительно будете еще и стимулировать клетки, собственные клетки не только замещать кислоту, но и стимулировать клетки на выработку собственной селены кислоты. Если вам 50+, то, конечно, уже физиологически снижается выработка соляной кислоты, поэтому поддерживающий уровень так или иначе нужно восполнять, ну можно не на постоянной основе, но периодически. То есть вы должны понимать, что если вы съедаете какой-то там у вас прием пищи, вот где-то там шашлыки какие-то, либо много животного белка, то обязательно датируйте дополнительно либо уксус, либо бетаин, либо тот же самый ацидин, пепсин, лимон для того, чтобы у нас переваривание улучшилось. Ну и не забывайте сжевать, я не устану об этом говорить. Чем тщательно вы пережевываете свою пищу, тем гораздо лучше она переварится потом, и соляная кислота ее обработает, и дальше у нас ферменты работают, и желудочно-кишечный тракт, это огромный конвейер, и на каждом этапе пищу усваивать будет проще. Ну что, я очень надеюсь, что этот ролик был вам полезен, интересен, еще раз напоминаю про комментарии, буду благодарна каждому, не забывайте поставить пальчик вверх, если вам ролик понравился, ну и конечно, если вам понравился, все по-честному, ставим пальчик вниз. Я вас всех целую, обнимаю, увидимся совсем скоро в новом ролике, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok